Добрый день, уважаемые подписчики канала Процветок. С вами Ольга Дуброва. Сегодня я вам буду рассказывать про гелиотроп. Кто еще не знает про такое растение, как его выращивать и зачем его выращивать, что от него, какая польза. Вышел родом с теплых мест. Это Центральная Америка, Южная Америка. В Советском Союзе, на территории бывшего Советского Союза, можно в диком виде увидеть представителей этого рода. Называется гелиотроп европейский. Цветки его будут беленькие, без аромата. Обратить на него внимание можно в том случае, если кто-то занимается лекарственными растениями. Но будьте внимательны, потому что во всех гелиотропах в разной степени содержатся гликозиды, которые могут повлечь за собой в разной степени тяжести отравления. Это про гелиотроп европейский. И растет он. Естественно, раз звучит название европейский, значит и какая-то там часть Европы, южная часть Европы он растет. Но нас он не интересует. Он немножко такой раскидистый, неряшливый. Мы его оставим. А вообще самый распространенный вид гелиотропа, который используется в цветоводстве, в любительском цветоводстве, это гелиотроп перувианский. Не стоит ввестись на другие названия, потому что иногда можно встретить гелиотроп гелиотропиум арборестенс, что значит гелиотроп древовидный. Эти два названия это синонимы одного и того же растения. Вот у меня тут маточник стоит с осени прошлого года. Вот так он примерно выглядит. Но света не хватает, тепла не хватает, поэтому листики нежные, вытянутые. Но я его оставила для того, чтобы дозрели, довызрели семена, и для того, чтобы можно было зачеренковать его и тем самым ускорить начало цветения. Гелиотроп хорош тем, что растение крайне неприхотливое. У себя на родине оно многолетнее, но у нас в средней полосе нам приходится его либо выкапывать, заносить в помещение, либо, если посеяно оно вовремя и успело завязать семена, значит собирайте семена и высевать на следующий год его заново. В каком бы виде вы с ним не столкнулись, в виде семян, либо в виде готового растения, которое вы купите в садовом центре или в цветочном каком-то магазине, на что надо обратить внимание. Но если покупаете в горшочке, то среди всей прочей массы цветов вы должны походить и обнюхать эти горшочки. Цветущие, конечно, сами цветы, а не горшки. Потому что такая особенность гелиотропа, аромат среди общей такой массы, популяции, скажем, растений выращенных, он у каждого горшочка будет разным. Где-то более сильно, где-то слабо выраженный. Поэтому вы выбираете тут, который вам приятен. Ну что характерно для аромата гелиотропа, когда он цветет, то пройти мимо невозможно. Запах его не тошнотворный, он очень приятный. И когда весурук доносит до вас легкий аромат, то хочется вернуться к нему и понюхать, насытиться более плотно этим ароматом. То есть я считаю, что аромат очень приятный с запахом ванили. Когда мы должны сеять гелиотроп? Переходим к практике. Гелиотроп высевать можно в зависимости от ваших возможностей и ваших условий. Можно высевать его с января месяца и по апрель месяц. Если мы высеваем в январе или в марте месяца, то цветение наступит где-то в июне, в апреле, в июне месяца. Если мы будем высевать гелиотроп в мае, может быть даже в начале июня, то мы дождемся цветения в августе, в сентябре. Поэтому в зависимости от ваших условий выбирайте. Конечно, если мы будем сеять в январе, в феврале, цветовой день еще короткий, и нам придется непременно досвечивать наши посевы. Потому что посевы должны подвергаться либо воздействию естественного освещения, но при этом избегать прямых солнечных лучей, либо досветки соответствующей длины волны. Давайте начнем сеять. Субстрат должен быть рыхлый, воздухопроницаемый, влагоемкий для того, чтобы хватало запаса влаги. Что мы сделаем? Обычно смешивают одну часть песка и три части торфа, либо смеси торфа с зерновой землей. Здесь у меня вот это было намешано. Я подсыпала еще песочком. Наполняю плужку. Емкость, которую вы будете высевать, выбирайте сами, в зависимости от того, сколько вы сеете. Если вы купили в магазине пакетик семян, и там их 10 штучек, то, соответственно, емкость должна быть небольшая, в диаметре 6-8 сантиметров. У меня есть возможность, поэтому таким вот ситом с такими ячейками я просею верхний слой, для того, чтобы было комфортно потом прорастать корешкам, и они не повреждались при петкировке, запутавшись в каких-то частях торфа, либо иных частиц. Теперь я немножко уплотняю. Видите, когда у меня была такая тортушка, я могу воспользоваться другим горшком. Уплотнили, полили. Семена забыли. Но я воспользуюсь тем, что у меня здесь выросло. Освобожу от лишних черешочков, листочков. Конечно, в идеале надо выдать весь мусор, чтобы он потом не мешал прорастанию, не способствовал загрязнению. И распределяю семена по поверхности почвы. Не густо, не редко. Семена достаточно крупные. Они представляют из себя такой мелкий орешечек, который при освобождении его от этих чешуек распадается на 3-4 мелких семечка. Убираем все лишнее. И сверху надо присыпать. Вот уже беру другое сито с другими ячейками. Можно, конечно, и просто вручную присыпать. Ну, раз есть у меня возможность, почему бы нет. Присыпаем сверху, исходя из общих правил о том, что три размера семени. Трудно его тут заметить. Ну, вот несколько раз. Не переживайте, что вы сильно засыпете. Но в целом миллиметра три сверху должно быть. Грудь наш достаточно увлажнен. То есть вы должны увлажнить таким образом, чтобы в течение периода прорастания как можно меньше его прогревать. Конечно, с земли, с этой субстрата не должна вытекать вода. Но он должен быть очень насыщенным влагой. И сверху накрываем либо стеклышком, либо куском прозрачного пластика. Ну, вот накроем пальчиком. Накрою его легко. Вот так. Не надо запутываясь в какие-то пакеты. Легко накрыли. Иногда можно сделать несколько отверстий, чтобы все-таки влага лишняя испарялась. Семена, когда набухнут, пробудятся зародыши, начнется процесс дыхания, так чтобы все это там улетучивалось, а не скапливалось. Накрываем. Естественно, поставим этикетку. Дату, когда мы их посеем. При температуре 20-24 градуса он будет всходить. Вот в течение 10 дней он должен обязательно взойти. При температуре 24-25 градусов он даже всходит и через 8 суток. Ну, это уже как у кого сложится. После того, как появились проростки, температуру необходимо снизить до градусов 18-20. Для того, чтобы они, как всегда, бывают с рассадой, чтобы она не вытягивалась и чтобы он был более компактным. После того, как рассада у нас уже готова, сформировалась, все, мы ее выкачали, выливаем, то содержание гелиотропа все-таки надо обеспечить ему немножко прохладнее. Радус в 16-18. Но если есть достаточно освещения, там подсветка какая-то или позволяет ваш парник, то температура при хорошем достатке света она может быть и выше. Тогда он не будет вытягиваться. Это семенной способ размножения. Время черенкования, а это как раз февраль месяц. Любой срок. Начало февраля, середина февраля замечательно, и конец февраля замечательно, потому что, помните, я говорила про посев, что можно посеять и в апреле месяце. И он, правда, зацветет в августе, в сентябре. Ну, а так как он черенкованный, то не переживайте, не отпустите сроки февральские, и все будет хорошо. Как черенкуем? Обрезаем и режем на части. Как всегда, нижнюю часть мы обрезали. Я сразу нарежу так, чтобы вот две почки. Вижу, что мне позволяет еще две почки. То есть черенки получатся как срединные, так и верхушечные. Это такие делаю заготовочки. Несмотря на то, что это сорт как раз-таки у меня марины, он здесь бледный, потому что зима, крыша завалена снегом, темно. Но сорт марины отличается тем, что листья на коротеньких черешках расположены, плотненько, укороченные междоузлия крепненько. И к тому же они морщинистые слегка и темно окрашенные, сизо даже окрашенные, и стебли с антоциановым оттенком. Это про сорт марины. На низ я используюсь моей отсыпочкой. Значит, вот беру горшочек, в котором я буду укоренять. Примерно столько я насыпаю грунта, куда будут проросшие корешки уходить и питаться. Это та же моя смесь торфа с песком. Здесь плодородный грунт немножко добавить. И столько же я насыпаю песком. По избежанию выражения патогенами мы все наши грунты обрабатываем фингерцидами, какие вам нравятся, как будто не нравятся. Но, тем не менее, сделать это надо. Пробиваем. Прорили. Дождались, пока впитается влага. Мы должны понимать, что здесь в грунт у нас добавленная была вода. Он влажный. Песок у нас влажно промоченный. Поэтому наливаем так, чтобы здесь не было болота. Но очень влажно, чтобы было. И обычным образом можно, хотя они достаточно крепенькие, но можно наживить такие щелочки, чтобы все-таки не было повреждений стебелечка. И вставляем сюда наши черенки. Прижали. Отправили, прижали. Заглубляем. Раз пучечка, два пучечка. Вот эти две пучечки мы и заглубляем. Так, чтобы они находились под уровнем, верхнем уровне песочка. Все, готово. И сверху наш такой мини парничок. Как видите, я тоже не до конца наполняла грунтом и песком, чтобы в любой емкости мы могли сделать мини парничок. Можно было бы насыпать доверху и сказать, что столько грунта будет, там хорошо оно будет развиваться. Такому маленькому растению много грунта не надо. Достаточно 5-6 сантиметров. И столько же промытого песка, для того, чтобы в нем происходило, собственно, укоренение. И сверху накрываем наш примитивный парничок, крылочкой, стеклышком, прожачным пластиком. И содержим при температуре, как и для прорастания семян, 20-23 градуса. Это такие оптимальные условия. Вот мы с вами рассмотрели разные способы размножения. Через сколько зацветает гелиотроп после того, как мы его посеяли? Вот от момента посева. Либо некоторые там придираются, говорят, как от момента посева, либо от момента прорастания. Ну, я думаю, сути не меняет, потому что эти 8 дней, 10 дней, когда будет прорастать в оптимальных условиях гелиотроп, сильно не повлияют на ваши кланы. Поэтому взлетает гелиотроп, к сожалению, через 12-16 недель от момента посева. Ну, вот как-то так долговато. Но зато потом он радует вас своим пышным цветением. Ну, вот про гелиотроп, мне кажется, я вам рассказала все, что хотела. Поэтому пишите, звоните. Успехов вам! До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова